Буквально на днях в столице состоялся съезд ассоциаций крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России АКОР. Одной из наиболее представительных была оренбургская делегация, что уже само собой показатель заслуг и значимости наших фермеров. Так за какие достижения и как отмечены наши труженики и чем же живет фермерское хозяйство Оренбуржья, поговорим в программе «Тема дня». Мои гости сегодня – председатель регионального отделения Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Александр Иванович Хижняк и начальник отдела по развитию и сбыту продукции личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств, регулирования земельных отношений и садоводству регионального Минсельхоза Лилия Габдрахмана Ермеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Иванович, наверное, все-таки первый вопрос к вам. Наши фермеры получили, как говорится, по заслугам на главном фермерском событии года на съезде. Что за награды и за какие все-таки достижения? Ну, вы правильно отметили, что наша делегация была по численности вторая после Краснодарского края. 42 человека, 35 делегатов от районных ассоциаций и 7 от Движения сельских женщин России, нашего регионального объединения. В этом году в своем докладе Плотников Владимир Николаевич назвал четыре лучших региональных организации России, в том числе и Оренбургскую. Вот мы признаны одной из лучших ассоциаций в России. Были названы и Денис Владимирович Паслер, и Сергей Викторович Балыкин вместе с представителем ассоциации. Мы единственная в России ассоциация, которая производит больше половины зерна и подсолнечника, 85% картофеля и овощей открытого грунта, и где-то 27-28% желудоческой продукции от всего объема области. И это первое. И второе, по численности членов реестра АКОР, мы в процентном отношении имеем самый высокий процент. У нас 52% членов реестра АКОР. Следующее за нами – это Краснодарская ассоциация, 39%. Вот, наверное, вот эти вопросы. И третье. Впервые на съезде были названы 10 лучших районных ассоциаций. И вот в том числе ассоциация нашей области, Корманаевская районная ассоциация, Коляда Юрий Дмитриевич, председатель ассоциации, тоже вместе с главой района, начальником отдела сельхозуправления, вот на этом съезде были названы как лучшие. Вам вопрос, Лилия Гудрахмановна. Скажите, пожалуйста, вот примерно понятно, что фермерское хозяйство Оренбуржья на фоне России выглядит очень-очень привлекательно. Александр Иванович привел цифры, сколько производится в этом секторе. Какие задачи стоят перед вашим отделом по поддержке фермерства? И я так понимаю, что совершенству нет предела, и показатели, которые были озвучены, они могут быть еще выше. Вот что для этого нужно делать, и что вы делаете уже? Министерство сельского хозяйства, правительство Оренбургской области уделяет очень значимое внимание развитию особенно малых форм хозяйствования. То есть это наши крестьянские фермерские хозяйства, это личные подсобные хозяйства, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. С года в год увеличивается сумма поддержки, и меняются, конечно, формы поддержки. То есть те, которые, соответственно, у нас остаются, те, которые более приемлемые нам, и которые больше всего подходят именно нашим крестьянским фермерским хозяйствам, ну и вообще сельхозтоваропроизводителям. Наиболее эффективные, естественно. Всего в этом году, допустим, у нас предусмотрено 3,2 миллиарда рублей на такую поддержку. Ну, это поддержка всем, и сельхозтоваропроизводителям, и малым формам хозяйствования. Но у нас есть поддержки, которые только индивидуальные для малых форм хозяйствования. Допустим, у нас есть грантовая поддержка, у нас есть несколько видов грантов, которые очень распространенные и очень пользуются спросом. Ну вот, например, и, наверное, молодые фермеры, я знаю, что у вас есть, которые получают отдельные какие-то там гранты, да? Да. Дотации. Вот вообще грантовая поддержка у нас существует с 2012 года. За это время у нас было выдано всего 843 гранта на сумму 3,2 миллиарда рублей. Из них есть и начинающим. Это 518 грантов начинающим на сумму 1 миллиарда. 116 грантов на сумму 432 миллиона – это гранты агростартап. Вот эти вот две поддержки, они как бы именно для начинающих фермеров. То есть, ну, на данный момент начинающий фермер поддержки нет, есть агростартап. Она у нас реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Очень востребована. В этом году мы планируем выдать, ну, порядка 34 грантов на сумму 150 миллионов на общую сумму. Кроме того, у нас есть поддержки уже для тех крестьянских фермерских хозяйств, которые уже осуществляют свою деятельность год и более. Это гранты на развитие семейных ферм. Тоже довольно-таки востребованная поддержка. Всего с начала реализации этой поддержки было выдано 188 грантов на сумму 1,6 миллиардов рублей. Ну, это актуально в год семьи в этом году. В год семьи очень актуально. В этом году на данный момент у нас уже идет конкурсный отбор на предоставление этого гранта. Поэтому всех желающих, в принципе, мы ждем. До 18 марта мы еще принимаем документы. Лили, а какие все-таки вот условия есть? Насколько они сложны, если быть честными? Или все просто? Вы знаете, ну, все как бы просто. У нас есть нормативно-правовые акты, в котором это все закреплено. Есть те условия, которые должны быть соблюдены. Если это агростартап, то, допустим, такой грант дается физлицам. То есть это граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Либо это индивидуальные предприниматели, но которые образованы в году получения гранта. То есть в текущем году, допустим. И обязательные условия должны быть зарегистрированы на сельской территории. То есть это только сельским жителям. Вот это основное условие. При получении гранта, то есть в течение пяти лет, у нас все грантополучатели отчитываются постоянно. Не имеют права прекращать свои трудовые деятельности. То есть не имеют права закрывать свое индивидуальное предприятие. А если вдруг произошло так, что какое-то банкротство, или сменил форму собственности, что-то как-то... Какие-то движения есть? Потому что людям тоже интересно. Потом же возвращать приходится. Да. Если в течение пяти лет все-таки не были выполнены такие требования, то есть если индивидуальный предприниматель закрылся, обанкротился, то это все ведет к возврату гранта. То есть в течение пяти лет он должен обязательно соблюдать все условия. На то, что государство тоже страхуется, право государства. То есть, конечно, деньги-то даются безвозмездно. Ну, естественно, все гранты у нас социально направленные. Обязательным условием является прием на работу новых работников. Но их не так много. Допустим, у гранта «Агростартап» там на сумму более двух миллионов два работника. Причем один из них – это непосредственно сам индивидуальный предприниматель. На что они могут потратить средства гранта? Это на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, на приобретение, постройку, капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию объектов сельскохозяйственного назначения, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Но вся грантовая поддержка у нас оказывается на конкурсной основе. То есть мы проводим конкурсы. Лучший из лучших побеждает. Да, у нас есть конкурсная комиссия. Все прозрачно. Все прозрачно с этого года. Это вообще все в электронном бюджете. Подсчитывает все автоматически. Вот, в общем, такая система. Ну, это как бы конкурсы по всем видам грантов. А вот, Анатолий, Лили Габрахману затронула, и вы с ней затронули вопрос о молодежи. Это очень важно. Я хотел бы сказать о том, что в нашей делегации было 8 молодых фермеров. Это возраст от 26 до 40 лет. Сегодня мы уже в преддверии, во-первых, ведем завершение зимовки, скота и в преддверии весеннего сева. И, конечно, фермер очень ожидает той поддержки, которую государство им, так сказать, предлагает. И по животноводству. Это, в частности, по завершению зимовки скота и по севу. Александр Иванович, и вот мне бы хотелось вам задать такой вопрос. Вы уже начали говорить про возрастные какие-то группы. Но вот вообще, все-таки, качество, наверное, фермера, без разницы. Молодой это фермер, женщина или это уже умудренный, скажем, опытом и убеленный с едиными опытный крестьянин. Качество, без которых нельзя стать фермером, на ваш взгляд. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, смотрите, если брать образовательный сенс, у нас достаточно есть группа фермеров, которые имеют высшее образование. Образование обязательно для фермера? Ну, оно необходимо для того, чтобы он грамотно применял все технологии. У нас вот, я бы хотел такой пример привести. У нас есть фермер из Пономеревского района, Тяпаев. Вот он, у него нет сельскохозяйственного образования, он закончил МИФИ, ядерный факультет. Но потом, по стечению обстоятельств, приехал, так сказать, на родину. И вот, как он мне говорит, и малая родина позвала. И он сегодня уже занимается, успешно занимается. Но я в нем вижу уже, так сказать, нового, так сказать, передового человека, который мыслит уже совершенно... В любом случае образование. Вот. Безусловно, большим подспорьем является опыт. Фермеры, они набирают и практическими своими, так сказать, действиями опыт, и набирают опыт... Обмен опытом. Обмен опытом. У нас существует, знаете, в Институте повышения квалификации, знаете, факультет повышения квалификации фермеров, который ежегодно туда набирает в Государственном аграрном институте. Кроме этого, мы, конечно, стараемся с нашими смежниками, те, кто нам продает удобрения, средства защиты растений, технику, с этими фирмами мы проводим во время сезона семинары, на которых тоже, так сказать, вот этот передовый опыт, он... Транслируется. Транслируется, и они его получают. Во всех, как бы, мероприятиях, которые проводят область, День поля и так далее, тоже обязательно транслируется этот передовый опыт. Готовясь к съезду, мы впервые вот в этом, в прошлом году, да, в этом году уже, мы провели круглый стол с привлечением представителей науки, передовой практики, где все свои предложения, которые мы готовили для резолюции съезда, мы их опробировали на научную обоснованность и на отвечает ли они требования передовой практики или нет. То есть процесс образования, он непрерывный, он непрерывный. И от него очень многое зависит. Но, конечно, на сегодняшний день, и вот об этом просили меня и фермеры сказать, нужна, очень нужна обратная связь между фермерским сообществом, между властью, принимающей решения. То есть нужна обязательно обратная связь. Выступление и нашего президента, он как раз, они зовут нас к совершенствованию всех процессов, укреплению, так сказать, нашего тыла от наш тыл, это совершенствование всего и вся. Мы, безусловно, надеемся, что вот те проблемы, которые в фермерском сообществе есть, они все-таки будут услышаны. Они были высказаны на съезде. Я получил возможность выступить в парламенте, на публичных случаях, тоже об этом сказал. Мы надеемся, что главная проблема для фермерского сообщества это все-таки диспаритет цен. Диспаритет цен между ценами на сельхозяйственную продукцию и ценами на промышленную продукцию, которая является основой затратной части. Но эта проблема должна решаться правительством. И мы надеемся, что эта проблема в 2024 году должна быть решена. Почему? Потому что без нее, без решения этой проблемы, дальнейшего эффективного развития ни фермерства, ни вообще, так сказать, сельхозяйственного производства вероятно не будет. Поэтому мы на это очень надеемся и пойдем всей сельской массой, фермерской массой 15-17 марта на выборы для того, чтобы проголосовать за путь нашего развития, о котором президент сказал. Он социальный путь развития. И мы надеемся, что в этом социальном пути развития будет учтена и, безусловно, наша проблема, проблема села. Вообще, если брать по географии, то фермерство, оно представлено во всех районах. Абсолютно во всех районах. Разница только, где больше у нас животноводства, а где у нас все-таки пока еще преобладает растеневодство. Поэтому там, где, возьмем южный район, Акбулак, там есть у нас и в центре, где у нас есть сильное фермерское хозяйство с ведением животноводства. Животноводство в приоритете сейчас получается? Да, животноводство вообще является приоритетным направлением. У нас оно более дотационное, потому что у него и рентабельность получается намного ниже, чем у земледелия. Поэтому приоритетное направление – это животноводство, АКРЭС – молочного и мясного направления. В принципе, да, как сказал Асен Иванович, у нас очень много довольно-таки крупных, хороших КФХ, которые занимаются именно разведением молочного и мясного. Приоритетным животноводством является по необходимости. Нам нужно обеспечивать и молоком, и мясом потребностями внутреннего рынка. Единственное, на что мы рассчитываем, что начиная с этого года, все-таки, смотрите, Владимир Владимирович как сказал, все, жили без плана – неэффективно. Будем жить с планом. Поэтому планирование как инструмент будет внедряться все более и более, в том числе и в систему агропромышленного комплекса. А распланирование, мы надеемся, что будет все-таки введен плановый заказ на основные зерновые культуры. А расплановый заказ на основные зерновые культуры, то должна быть и нижняя цена, закупочная цена, чтобы она обеспечивала рентабельность этих зерновых культур. То же самое по животноводству. То есть, вот расплан, то дальнейшее развитие всего сельхозяйственного производства, оно уже будет связано с этим планированием. Вы упомянули о том, что у нас как бы поддерживается зерноводство, в первую очередь животноводство. А вот на фоне того, что волнует, безусловно, всех наших телезрителей, катастрофического, не побоясь этого слова, роста цен на продукцию, рост цен на яйца, конечно, тоже затрагивает практически каждую оренбургскую семью. Вот малые формы хозяйствования, Анлили, к вам вопрос, да? Насколько они заинтересованы в производстве птицы, в производстве яйца, и какие формы поддержки они тоже получают? Или все-таки это на откуп дано более крупным предприятиям? Ну, вообще, конечно, это перерабатывающие получаются, уже пищевые перерабатывающие предприятия, то есть наши птицефабрики и так далее. Хотя у нас именно, допустим, есть такая поддержка, которая уже говорила, грант на развитие семейной фермы, в принципе, там как бы есть птицеводство. Ну и в агро-стартапе есть тоже, конечно, птицеводство, но жили не обращаются не очень часто, потому что масштабы получаются не те, и, наверное, как бы рентабельность не очень выгодная. Поэтому нет. У нас есть сейсхозяйственные потребительские кооперативы, которые занимаются переработкой мяса птицы. В общем-то, тоже как бы неплохо. Мы их тоже поддерживаем, возмещаем им до 50% затрат на приобретение техники и оборудования и возмещаем до 15% затрат на приобретение сейхозпродукции у членов кооператива и у личных пособных хозяйств. То есть в любом случае делайте все, что можете в этом направлении. Не заинтересовывать пытаетесь. Да, получается, все-таки это... Да, есть такие до поддержек, но все-таки относятся они больше к перерабатывающим. Анатолий, дело в том, что, конечно, чего ждут не только фермеры, но и все сельхозного производители. Вот сегодня цена на мягкую пшеницу 8-9 тысяч. На твердую пшеницу цена упала до 14 тысяч. Быстро решить проблемы с ценами не получится. Но яйца 100 рублей стоят минимум. А впереди... Ну, яйца 100 рублей, они, может быть, и должны стоить. Посмотрите, какие затраты у того же Птицепрома. Но быстро решить эти проблемы с ценами не получится. Что можно быстро решить, чтобы помочь в предстоящую посевную? Ну, пусть правительство решит проблему цены на дизель. Проблемы решать надо. Фермерство, как село, это тыл нашей страны. А впереди у нас победа. У нас нет выбора. У нас есть задача победить. А для того, чтобы победить, надо укреплять тыл. И вот мы ждем, ждем, что после 17 марта начнется, так сказать, улучшение или совершенствование аграрной политики, которая приведет к управлению тыла. И мы будем работать, работать и работать. Буквально в завершении программы, Лилия, я хочу задать вам вопрос. Вот человек захотел стать фермером. Как-то здесь получить консультацию, что-то это предусмотрено в вашем министерстве? Как-то им обратиться куда-то, что-то с каким-то советом? Какие-то такие формы работают? Если да, как это сделать? Вы знаете, у нас в министерстве есть отделы, они специализированы, животноводство, растеневодство, поэтому любой может позвонить, прийти, обратиться, в принципе, ему расскажут. У нас есть Центр компетенции, который постоянно проводит вебинары. И опять-таки наш Оренбургский государственный аграрный университет, есть хорошие телеграм-каналы, в которых очень хорошую информацию выкладывают. Кроме того, у нас была школа фермеров два года, но инициатором ее является Россельхозбанк, где все желающие со всей области могли приехать и просто узнать, как все это создается, как это делается полностью. А вот в плане, допустим, уже непосредственно поддержки, то есть какая есть, как мы можем помочь начинающему, то уже можно обратиться непосредственно в наш отдел, специалисты, в том числе и я, обязательно помогут и расскажут. В любом случае, мы все-таки все являемся оптимистами, несмотря на имеющиеся трудности, фермерам быть выгодно, почетно и иметь перспективы. Быть фермером – это, скорее всего, призвание, самого внутреннего мира человека. Вот я же рассказал о Тяпаеве. Вот приехал человек, его позвала земля. И поэтому все фермеры, которые работают сегодня, это более 2,5 тысяч человек, это патриоты земли. Это люди, которые любят работать на земле, хотят работать на земле. Почему? Потому что через этот труд они видят, что они делают пользу обществу, за ними семьи. И в числе фермеров не только мужчин, но и женщин. И мне хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех, не только женщин-фермеров, но и вообще всех женщин в нашей области, Лили Габрахананну, как присутствующих здесь, с наступающим праздником, днем 8 марта. Пожелать всем здоровья, успехов и выразить надежду, что, как раньше писали, без деревни нет России. Что село будет возрождаться, и с возрождением села будет возрождаться Россия. Другого пути у нас нет. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. И вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok